Здравствуйте! Короткий сезон отпусков в самом разгаре. Хороший отдых – это залог великолепного самочувствия. Но многим из нас медики не советуют проводить отпуск далеко от дома и резко менять климат. Сегодня в программе «Это здорово!» поговорим о том, куда в Приморье можно отправиться всей семьей на отдых. Умело используя уникальные природные факторы, у нас в Приморском крае есть все возможности и отпуск провести с радостью, и сил набраться на весь год вперед. Попробовать полезную минеральную водичку, понежиться в грязевых ваннах и, конечно же, пройти несколько километров тропами здоровья. Такой отдых полезен всем. Санаторий Изумрудный в Шмаковке – одна из самых известных здравниц на Дальнем Востоке. Минеральные источники, микроклимат, красивейший ландшафт, горный воздух – отличное место для отдыха. Здесь можно подлечить желудочно-кишечный тракт, сердечно-сосудистую и бронхолегочную системы, опорно-двигательный аппарат, заболевания, связанные с нарушениями зрения и обмена веществ. Отдыхающим предлагают не отдельные процедуры, а оздоровительные программы. Программу мы открыли по, допустим, движению без боли, направленность этой программы оздоровления опорно-двигательного аппарата. Программа «Женское здоровье» сама горит за себя. Внутрилагаточное орошение озонокислородной смеси. Насколько я знаю, такие процедуры очень редко встречаются в других заведениях. Ну, а я вообще не слышал, что в Приморском крае кто-то ее делал. За год изумрудный принимает от 10 до 15 тысяч отдыхающих, многие из которых едут на воды. Ведь Шмаковка – курорт больнеологический, а это значит, что главный оздоровительный фактор – целебная минеральная вода. Поэтому отдыхающие пьют минералку и принимают ванны – углекислые, минеральные с нарзаном, хвойно-солевые и селеновые. Помимо ванн в водолечебницах санатория есть циркулярные души, душ-шарко и одна из любимых всеми водных процедур – подводный душ-массаж. Человек под действием теплой воды расслабляется, тело человека массируется струей воды. За счет этого улучшаются процессы кровотока, лимфотока, улучшаются процессы обменного характера. Толу кожи становятся более гладкими, более эластичными. Оздоровительные программы рассчитаны на 14 дней. Это оптимальное время для оздоровления и отдыха. Программа возрождения направлена на очищение организма. Пациентам назначают водные и физиопроцедуры, орошения, ингаляции. Их усаживают в кедровую бочку, отправляют на аэронацию и озонотерапию, помещая в спелеокамеру и СПА-капсулу. Это подогрев кожи и вибрация. Вибрация типа массажа. В общем, это легкий массаж идет по позвоночнику. В зависимости от выбранной программы идет световое воздействие определенного спектра. 30 минут процедуры дают поразительный эффект. Улучшается обмен веществ, очищаются сосуды, нормализуется вес, стабилизируется сон, кожа становится упругой. Они в восторге от этой процедуры. С эмоциями уходят положительными. Приезжают, если будут второй раз, они снова приходят на СПА-капсулу. Помимо новых, в Изумрудном можно получить и проверенные временем процедуры – иглорефлекса и физиотерапию, ингаляции, парафинолечения. Получаю парафинолечение, лакевой сустав. Данная процедура очень хорошо помогает в различных болях суставов. Тем более я раньше проходил и очень хорошо помогло. Эффективная, а главное универсальная процедура – массаж. Улучшает кровоснабжение всего организма. И нервная система, и внутренние органы, и ваши хондрозики скажут вам огромное спасибо. Один отдыхающий пошутил, им не понравилось это. Он сказал, вы знаете, санторно-курортное лечение гораздо дешевле реанимации. Поэтому лучше приехать на курорт, оздоровиться, получить благоприятные эмоции. Доктора отмечают, что в последнее время мужчины стали более ответственно относиться к своему здоровью. Программа «Мужское здоровье» разработана специально для них. Новинкой в санатории является аппарат, при помощи которого мы проводим профилактику и лечение заболевания предстательной железы. Хронического простатита, бактериального, небактериального, симптома хронической тазовой боли, доброкачественной гипотлазии предстательной железы. Скоро в кабинете «Мужского здоровья» появится аппарат для устранения эректильной дисфункции. Желающих примут уже в сентябре. Для тех, кто давно не был в Шмаковке, сообщаем новости. Санаторий «Изумрудный» стал в три раза больше, объединившись с «Жемчужиной». Теперь здесь три жилых корпуса, в каждом из которых своя столовая. Расширилась лечебная база, появилось новое офтальмологическое направление. На две-три срочки улучшается острота зрения после наших процедур. Ну, пожалуй, здесь больше для стабилизации, для улучшения обменных процессов, фрусталики, сетчатки, для улучшения оттока жидкости, кровообращения. Эффект от процедур сохраняется на протяжении года, а потому те, кто уже побывал здесь, обычно возвращаются снова. Кто-то нравится, мы уже здесь третий год ездим. Мы уже, да, три раза отдыхаем. Третий год ездим. Еще один современный вид медицинской помощи, который сегодня доступен отдыхающим в Шмаковке – ударно-волновая терапия. Применяется при использовании лечения остеохондрозов, шпор, артритов, артрозов, снятие воспалений, триггерные зоны используются в лечении. Очень хороший результат оказывает. У пациентов, которые выбирают оздоровительную программу движения без боли, есть несколько очень востребованных процедур. Бесконтактный душ-массаж и вытяжение позвоночника на специальной кровати. Современная диагностика – залог успешного лечения. В Изумрудном есть все возможности для обследования. Кабинеты УЗИ, ЭКГ, лаборатория, кабинет эндоскопии. Кстати, этот кабинет пациенты стремятся обойти стороной, несмотря на то, что он оснащен современной оптоволоконной аппаратурой. И мне даже иногда приходится их уговаривать. Вы все-таки посмотрите, если врач не зря вам это сказал. И когда я смотрю и выявляю, иногда бывает так, что даже онкологические изменения, ну, допустим, политы. Конечно, обследование и лечение очень важны. Но не будем забывать, что для многих поездка в санаторий – это прежде всего отдых. И для него тоже созданы все условия. Отдыхаем по путевке. Вот отдых очень нравится для ребенка. Проводим укрепляющие процедуры, терапию, чтобы не болеть зимой, чтобы поправить здоровье. А так в основном отдых. Ухоженный парк с цветниками и газонами. Прогуливаясь по аллеям, можно покормить и сфотографировать ручную белку, посидеть на качелях. В трех жилых корпусах, помимо стандартных номеров, есть апартаменты класса «Люкс» и «Бизнес-Люкс». Интерьеры холов, коридоров и номеров, созданные дизайнерами, соответствуют уровню современных отелей. Номера «Люкс» – отличный вариант для тех, кто запланировал романтический отдых с вечерними коктейлями, утренним кофе и шампанским джакузи. И только вам решать, будет ли в вашем номере гостиная, рабочий кабинет, кухня, оснащенная стройной техникой, лоджия с плетеной мебелью, стиральная машина, автомат. Возможно, вам достаточно мини-холодильника и СВЧ. Конечно, такой номер – дополнительные расходы, но и стандартные двухместные номера комфортабельны и уютны. Для тех, кто предпочитает активный отдых, работает пункт проката велосипедов и спортивного инвентаря. Есть теннис, бильярд, библиотека и детская комната. А вечером в 22.30 начинается дискотека. Во время школьных каникул часть санатория превращается в детский оздоровительный лагерь. Можно укрепить здоровье перед школой и весело провести время. Сегодня день Нептуна. Мы перетягивали канат. Мы победили третий отряд. Дни в Изумрудном летят незаметно. Уезжая, многие планируют обязательно вернуться. И возвращаются. Мы приехали второй раз. Именно потому, что нам понравилось. Очень хороший отдых, лечение. Вообще заряд бодрости такой на целый год получился. Ребенок у меня не болел весь год. Простудных не было заболеваний. Ну и вообще отдохнувший приезжаешь. В первые дни пребывания в санатории не записывайтесь сразу на все процедуры. Как известно, любому организму нужна адаптация. Процесс привыкания займет примерно 3-4 дня. Дайте сердцу и сосудам привыкнуть к климату. Многие врачи считают, часовая пешая прогулка намного полезнее, чем бег в течение 30 минут. Особенно полезно пройтись вдоль морского берега. Соли в морском воздухе благотворно сказываются на состоянии всего организма. Усталость, напряжение в мышцах, депрессия. Все это легко снимается целительными морскими водами. Природная стихия отлично освежает и наполняет силами. По своему водно-солевому составу морская вода очень похожа на состав организма человека. Практически такая же, как кровь человека. И человек, который при рождении находится в утробе матери в таком же водно-солевом составе, очень благоприятно воспринимает морскую воду. Практически целую таблицу Менделеева. В морской воде содержатся кальций, калий, магний, йод, бром, цинк, селен и еще множество микроэлементов, которые необходимы для нормального функционирования человеческого организма. Принимая морские процедуры, мы впитываем через поры и капилляры около 140 различных уникальных природных соединений. Даже если вы не умеете плавать, просто окунитесь в морскую воду. Холод, дрожь, озноб – первичная реакция организма. Неприятные ощущения проходят через 2-3 секунды. Затем расширяются сосуды, по телу растекается тепло, улучшается кровоснабжение, активизируются процессы обмена веществ, укрепляется иммунитет. Морская терапия отлично работает и как профилактический фактор, и как природный лекарь. Начиная с заболеваний опорно-двигательного аппарата, артрозов, артритов, генеративных изменений костного аппарата и заканчивая даже сердечно-сосудистыми заболеваниями. Воды Японского моря, в частности, залив Петра Великого, Амурский, Уссурийский залив, содержат максимальное количество растворенного кислорода в воде и биогенных веществ, что очень полезно для кожи человека, особенно людям, которые страдают в какой-то степени от кислородной недостаточности, например, при бронхиальной астме, очень полезное купание в море. Чем богаче и концентрирование солевой состав морской воды, тем она полезнее. Нередко при хронических лорозаболеваниях лечебной водой стараются запастись впрок. К сожалению, целебные микроорганизмы, живущие в ней, умирают уже через 48 часов. Конечно, у берега мы не будем набирать воду, которая взмутненная и с примесями. А лучше, чтобы это была чистая вода. Мне очень нравится вода на наших островах. На Рейнике, Попова, Петрова. Для того, чтобы морские процедуры были максимально полезными, достаточно придерживаться простых правил. Закаленные люди могут без подготовки входить в воду даже при 16-18 градусах по Цельсию. Остальным стоит дождаться 21-22. Не следует бросаться в воду разгоряченным, особенно людям, склонным к атеросклерозу и гипертонии. И еще купайтесь только там, где это разрешено, и плавайте в спокойном темпе, не заплывая за буи. Лето в радость всем. Для того, чтобы чувствовать себя на все сто и получать удовольствие от жизни, важно вовремя реагировать на сигналы организма о помощи. Нестерпимые боли, отдающие в ногу, покалывание, онемение пальцев рук и ног – все это симптомы грозного заболевания – грыжи межпозвонковых дисков, которая год от года лишь молодеет. Вернуться к активному образу жизни в 82% случаях можно без операции. Так, метод консервативного лечения, разработанный более 40 лет назад нейрореабилитологом НИИ имени Бурденко, профессором Найденым, помог многим избавиться от грыжи. До сих пор его используют нейрореабилитологи Московского института. Во Владивостоке его преемником более 10 лет назад стал Центр неврологии и физиотерапии. Здесь к этому методу особенный подход, проверенный на себе. Основатель Центра Ирина Ковалева в 2003 году сама столкнулась и с диагнозом грыжа позвоночника, и с операцией, и с последствиями после нее. Так, за 10 лет она прошла путь от пациента до директора Центра восстановительного лечения. Специальный препарат помогает уменьшить размер грыжи, снять воспаление, освободив нервные окончания, отчего боли в позвоночнике постепенно проходят. Физиотерапевтические методики дополняют лечение. Позволяя избежать нежелательных побочных эффектов. Эта методика в первую очередь для тех, кто не хочет ложиться на операционный стол. Доктора обмениваются опытом с коллегами и учителями-специалистами НИИ имени Бурденко, которые при необходимости дают и заочные консультации. Если болевой синдром обусловлен обострением основного заболевания, в медицинском центре предусмотрена выдача больничного листа. Наше тело говорит с нами, но мы не всегда умеем его слушать, говорят восточные мудрецы. Бодрость духа, отличное самочувствие и долголетие ждет того, кто на самом деле умеет заботиться о себе. Желаем вам приятного отдыха и хороших впечатлений. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин